Сейчас выступит скрипчинг Кирилл Георгиевич, он скажет тема цифровая контактическая экономика, контуры проблемы, подходов к стратегии. Итак, коррекции, во-первых, хотел бы вам дарить за возможность перед сном, что это не дарить, но сам бы хотел рассказать о том аналитическом инструментарии, которые сегодня существуют для того, чтобы строить стратегию по личному в области новой инвалидности. Итак, собственно, я хочу рассказать про три основных инструмента. Это теория технологии общего назначения технологии, это сооруженная модель передачи технологий, и это S-образная КИВА, которая может быть вот как-то динамическую модель делка оборота речи от хостер в 2013-м хостер чистом бане, но хотел бы, как вы увидите, в том числе для нас ценностей всего. Итак, технологии общего назначения. Вот здесь, ну сейчас, при нашем регламенте, я вряд ли могу себе позволить обозначить каждый из критерий. Здесь критерий, но есть изнаков ее. Но вот здесь я привел 4 критерия и готов показать, что технологии искусственного интеллекта и интернет-вещей сегодня являются действительно технологиями общего назначения. А что такое технология общего назначения? Это, прежде всего, такая технология, которая не приводит к каким-то экономическим результатам сама, но вместо этого порождает целый классно предположительных технологий, которые уже в свою очередь приносят деньги. Ну, скажем, паровая машина одна из первых, таких вот широко распространенных, и близко распространившихся в мире, в налоге общего назначения. Сама по себе паровая машина не имеет ценностей. Ценностей имеет комплекс паровая машина-станок, паровоз, то есть паровая машина без движения по железной дороге, пароход и так далее. Вот. Все вместе. Это и есть прикладные технологии. Исследователь. В этой конструкции получается вот такая сеть. В чем особенность каждой технологии общего назначения? То, что, кроме самой технологии общего назначения, должна быть разработана организм. Это работа обкределённых массивах медицинских страхов. Скажем, для каких-то, я приведу предыдущую, какую-то революцию, которая проводила великие, что у нас приводит. Например, потребовалась повремённая оплата труда. Раньше она была отдельной, стала повремённой. Потребовалось внедрение управления запасами в точном сроке. То есть работа без запасов. Потребовалось резкое расширение ненаплатуры выпускания продукции. Я думаю, здесь, я смотрю, много людей моего поколения. Вы помните, наверное, все, как в советском магазине было 100-200 наименований разных продуктов, а сегодня их стало 10 тысяч. Это результат только информационной революции, но надо было ещё додуматься, что, чтобы этот результат получить, нам надо, я имею в виду предыдущие партии, надо ещё и расширение ненаплатуры продукции, всё равно. Этого церемонта обозначена организационной практикой. И, наконец, меняется человеческий образ. Скажем, вот коллега, которая сегодня говорила, только что передо мной говорила о сухарализации современной авиации, и, соответственно, пилот такого цепровода самолёта это уже совершенно другой пилот, чем те четыре члена экипажа, который ели самолёт в храме. 30 лет назад, по крайней мере, в реализации не было. Это совершенно другая валипликация, а в некотором смысле совершенно другая жизненная философия. Например, 30 лет назад командир экипажа, командир воздушного судна, это первый после Бога как на корабле, как капитан на корабле. Сегодня принципиальное требование, и это требует международной генерации авиационной, чтобы пилоты были равноправными участниками процессора. Да, есть командир воздушного судна, который в нормальной ситуации несёт больше ответствий, но и второй пилот должен быть готов взять ответственность на себя, если он понял эту ситуацию, а командир не понял. Они должны быть равноправны. Это что касается человеческого капитала. И, соответственно, между всеми этими элементами, то есть технологией учёного значения, прикладной технологией, организационной практикой, с новыми свойствами человеческого капитала, у нас возникает комплиментарная связь. Пример, что я думаю, что многочисленный приводит, что одно невозможно без другого, либо, как минимум, одно не результативно, не эффективно, без другого. Причём, вот эта вся сложная матрица, которую я здесь нарисовал, она не возникает сама по себе. Это так же вероятно, как 30 лет назад был очень популярен образ, 10 тысяч изъят, случайно при отцельной клавиатуре нам напишут в соблюдших спинах. Вот это примерно такая же вероятность. Эти вещи возникают в процессе соизобретений. Я имею в виду и организационные практики, и требования к человеческому специалисту. Причём, ценность технологий создаёт, как поставщик, как потребитель. Скажем, первая система бронирования авиабилетов – Сейба. Фактически онлайн, хотя таких слов ещё человечество не знало, потому что дело было в 50-м году. Но это была первая распределённая база газы в мире, с доступом со всей территории Соединённых Штатов. И возникала она для решения очень частной задачи – как распределить массивы бумажных билетов по билетным кассам. Потом стало понятно, что распределять массивы бумажных билетов не нужно. Достаточно просто в централизованной базе отметить занятые места на рейсе. Но это появилось потом. Но и все эти технологии постепенно возникали в период с 60-м и 67-м год. Потом пошло следующее поколение, и в систему появились новые организационные практики. В результате потребитель совершенствует технологию, постепенно получает необходимый масштаб производства. Скажем, та же система Сейбер была построена на основе технологии, которую компания «Аблема» разработала для американского министерства обороны. Но масштаб и соответственность по прибыли она стала получать приведен в выраженном секторе вот этой системе. А потребитель получает конечные необходимые разнообразные. Следствие для промышленных билетов, что означает для нее эта модель? Первое. Сегодня, если мы говорим о цифровизации, мы не знаем и не можем знать, какие технологии правильные, а какие нет. Что является реальным работающим решением, что окажется в зеренах. Вот, скажем, была великая компания «Терранос». Сегодня эта компания «Терранос» поможет на налогах, может быть, вы слышали, которая обещала полный биохимический анализ по одной компании «Терраноса» при помощи сотрудников на налогах. Возможно, будет тот же Леон Маск. Возможно, он действительно великий предприниматель добьется великих результатов. Возможно, это очередной пузырь в духе «Терраноса». Выбор. Пока не произошел, не свершился сам проект, пока не полученный результат перед прибыль и убытка, мы не знаем, что это такое. Поэтому, широко причинить при этом, коль скоро основой выгод становится процесс соизобретения совместно потребителей и производителей, то не может здесь полагаться традиционное импортозвращение, который представляет собой ничто иное, как развитие производителя за счет потребителя. Здесь должен быть симбиоз тех и других. Иностранец – это предпринимательская среда критически важных ресурсов, поскольку именно из них возникают нормальные коммерческие знания. Вторая – сам брюхенская модель. Очень простенькая. Оказалось, что, в первой слове, киндивентальная наука ассоциализирует необходимые научные знания. Прикладная наука создаёт необходимые, прежде всего, инженерные знания. Инновационные композиции создают необходимые коммерческие знания. Как продавать, что хочет потребитель, что такое хороший поставщик, что такое плохой поставщик и так далее. И, наконец, когда эти коммерческие знания уже получены, глобальные компании берут их, либо покупая всю компанию, либо создавая собственные аналоги и включают новое знание, новые продукты, новые услуги в свои глобальные средства предприятия. И, соответственно, переход с каждой стадии на следующую обозначает порядковое увеличение доходов, рабочих мест, налогов и так далее. У нас есть для налоговых вступлений. Следствие для промышленной политики. Первое, что каждый круг создаёт отдельные знания, которые не взаимозаменяют. Вот тут коллега говорил, что наука несёт ответственность за то, как мы используем, я немножко так вам прощаю, огрубляю мысли, несёт ответственность за то, как мы их используем. Наука не может внести эту ответственность по той простой, точно так же, как кузнец, который отковал нож, не может внести ответственность за то, что им потом, как быть, залезали на большой дороге. Далее, конечно же, провал инновационных компаний, которые у нас в штуках инновационных проектов, финансируемых, венчурных, у нас примерно на два порядка меньше, чем в любой развитой стране, а по объёму финансирования там стимули не надо будет. И проблема стимулов для крупного и крупнейшего бизнеса. Какие у нас существуют стимулы для монопольной краснефти внедрять новые технологии? Какие стимулы у нас существуют для монопольной РЖД внедряются пробуют железными дорогами? И последний инструмент, все, я заканчиваю, это старая, отличная, юная, S-образная крива. В принципе, о том, что технологии изменяют психологические требования, писал ещё Санислав Лем в своих гениальные, я считаю, книжки «Сумма технологии». Но, что сделал Рикер-Постер в 86-м? Он описал экономику процесса. Вот здесь у меня графикографическая картинка этой экономики. У оси описываются затраты на развитие технологий, у оси ординат в виде интересующих потребителя показателя результата в виде какого-то числового CPI. Ну, например, скорость самолёта. которая представляет собой ценность не только для боевой авиации, где там всё понятно, но и для коммерческой. Потому что, чтобы, ну скажем, чтобы перевести пассажира через Атлантику, это и сегодня-то занимает часов 12-14, и это, пожалуй, максимальное время, которое человек может провести в кресле. Дальше, если это 20 часов, как это было в предшественной эпохе, то надо строить каиду, как и пристроить на каждый самолёт, так и с пассажирами лайнера делал внутри себя кают. И, соответственно, билетов продавалось в 10 раз меньше, чем на современный самолёт. Соответственно, стоили билеты запредельно дорого. Поэтому, массовая наградация авиации привели к результате скорости. И, что важно, что поршневая технология, что, вот смотрите, если у нас есть поршневая, например, поршневая технология, то у него есть технологический предел, то есть некая величина скорости, в моём примере, которая не может быть превышена в рамках данной технологии, поршневого самолёта, поршневого вензия или водочного лета. Но, перейдя на реактивную технологию, мы можем поднять скорость без особых проблем. И вот эта ситуация, когда у нас есть речь больших технологий, со-существующих одновременно, но имеющих совершенно разные технологические пределы, называется фостера ситуация технологического разрыва. И главный вывод фостера такой, что, если такая ситуация возникла, старая технология погибнет обязательно, либо уйдёт в какую-то нишу, для богатых любителей, спортсменов и так далее. И так, парусная технология в своём время, парусная безумная, она ушла. То есть она не исчезла совсем, но она превратилась в яхту там, вот во что-то так вот. Превратилась. Всё, я закончу. Только я Кирилл Кириллович, но я здоровый, дорогой. Всё, я закончу. Всё, я закончу. Следствие динамичное. Так, вот, извините, покажу ещё одну маленькую картинку сегодня. Вот это портрет дневникова аналиста-адмирала, я не побоюсь этого слова, Джона Аркуна Дэд Фишер. А это портрет, а это как гикография корабля, который, собственно, построил поле водостояния его энергии, который назывался Древдноу, и который стал из имени собственного именем навязательным. Почему я его показал здесь, в этой связи? По одной простой причине. Потому что именно Джеки Фишера, его противники обвиняли, что он обесценивает броненосный флот, по которому Англия превосходила любую европейскую страну. На возличии от своих критиков, Фишер понимал и это, что он его обесценивает, но он понимал также и то, что новая технология неизбежно появится и неизбежно обесценивает старый броненосный флот, владельца Цельмарина. Вопрос только в том, создаст эту новую технологию сама Афритания, или ее создадут Американцы, или ее создадут Немцы. Он предпочел, чтобы ее создала Афритания. Следствие для промышленной политики. Защитить старую технологию нельзя. Можно на короткое время защитить контрродавцующих, то есть те фирмы, которые, видев новую технологию, готовы на него перейти. Но это именно на короткое время, пока имеется переход. Чтобы помочь собрать финансовые ресурсы. И третий выбор. Очень часто в промышленной политике значит слова устойчивого развития. Так вот, перед масштабной технологией, технологической революции устойчивое развитие, как говорят братья Стругацкие в своем понедельнике замечательном, не бывает. Неизбежно у вас одни компании стремительно вырываются вперед, и неизбежно большая часть компании у вас оказывается на грани банкротства или переходит эту грань. И это в равной мере относится и к атакующим, и к обороняющим. Большинство тех и других РА-ЗА-РЯ-ЗА. Это грустный факт, но это факт. И вы видите все последний. Технологическая революция радикально меняет требования к промышленной политике. Нет законов шаглона для фиражирования. Совершенно новые требования в предпринимательской среде, потому что только она может создать те знания, которые и позволят эффективно применить новые технологии. от повышенных требований на все зрения инновационные системы по цивной витальной науке до глобальных компаний, обороняющим создать уверенность и достоинства, а также помочь на строго ограниченном ответке в бейли. Увы, это так. Всё, я готов. Аплодисменты. Вот, когда тот человек всё, несколько минут не будет. Аплодисменты. Я говорю про монополию трансмин и отближайность. Но, какие стимулы монополии ангельсовского улучшательной системы качественно? Какие стимулы у вас? А, они монополии. Вот, у нас есть отсутствие у меня не разница. Я учусь? Да. А, это собственно не монополия. Если она не монополия, можно я запущу? А, ответ на ваш вопрос? Нет. Есть. А, наконец, в наше время есть водитель пластформы и восторг перенок смыслины, коррекция, навыки, произойдет. И мы это происходим, и мы это видим. Но она их контролирует именно потому, что мы, скажем, сегодняшний пункт. что не в дополнение до да. Один вопрос, я предлагаю, что надо получать, потому что я готов, я готов. Спасибо. Давайте следующий этап, лальчик.